В Бишкеке готовится к проведению крупнейшего международного делового форума на пространстве ЕАЭС. Древний город Баган в Мьянме может быть включен в список культурного наследия человечества. В Китае вошли в моду платья из бумаги с художественной росписью. В Свердловской области прошли всероссийские соревнования по рубке шашкой. На индийской территории Джаммы и Кашмир сохраняется спокойствие в преддверии проведения реформы правления. Итоги первых лет работы Евразийского экономического союза подведут на международном деловом форуме в Бишкеке. Евразийская неделя, так называется мероприятие, состоится уже в четвертый раз. С 25 по 27 сентября в государственной резиденции Алла Арча соберутся более 2000 человек – бизнесмены, чиновники, банкиры, эксперты из стран ЕАЭС и государств-партнеров Союза. В программе форума дискуссии деловые сессии, посвященные промышленности и сельскому хозяйству, энергетическим ресурсам и инфраструктуре, а также интеграции ЕАЭС в мировой рынок. Важной составляющей Евразийской недели – деловые встречи и переговоры руководителей крупного и малого бизнеса, стран-участниц форума, которые в дальнейшем могут привести к продуктивному сотрудничеству и ведению совместных проектов. Кроме того, на площадке Евразийской недели пройдет Киргизско-российский бизнес-форум, главная цель которого – укрепление взаимодействия бизнеса в сфере машиностроения, туризма, текстильной промышленности, сельского хозяйства и логистики. Слоган форума в этом году – ЕАЭС «Консолидация развития силы». Добавим, телеканал «Большая Азия» является официальным информационным партнером. Сотни велосипедистов провели зрелищный марафон в древнем городе Багана, считающемся первой столицей независимого государства на территории современной Мьянмы. Спортивный пробег состоялся в ознаменовании положительного заключения первой инстанции о включении Багана в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Соответствующее предложение было сформулировано не эпида 7 июля текущего года в Баку в рамках конференции по культуре, которая проходила в Азербайджане под эгидой ООН. Примечательно, что такого статуса для Багана дипломаты этого государства, расположенного в Юго-Восточной Азии, добиваются уже целых 25 лет. В центральной части старинного города историки насчитали порядка 3500 архитектурных памятников, созданных в раннем Средневековье, то есть порядка 900-800 лет назад. Здесь можно увидеть многочисленные буддийские храмовые комплексы, ступы и древние сооружения. Окончательное административное решение по вопросу включения Багана в список ЮНЕСКО еще только должно быть принято, хотя соответствующая рекомендация уже сформулирована Международным Советом по сохранению памятников и достопримечательных мест. Совет дает компетентные заключения по специальным запросам Центра культурного наследия ЮНЕСКО. Янцайся, 53 года. Она кутюрье из старинного города Сиань, работающая в традиционном для поднебесной стиле вырезании платья из бумаги. Сегодня модельер уже создала целую коллекцию из девяти нарядов, три из которых соответствуют исторической эпохе династии Хань. Шесть платьев выполнены в современном стиле. Цветочные мотивы, украшающие одежду, представляют символические для китайского мировоззрения растения сливу, лотос и бамбук. Также в росписях можно узнать весьма популярных в этой части мира золотых рыбок и цаплю. Когда-то Ян занималась вырезанием небольших форм из рисовой бумаги. Этому занятию она училась с детства, но в какой-то момент поняла, что ее искусство не востребовано, так как современные китайцы не стремятся украшать свои жилища подобными узорами из того, что ныне рассматривается исключительно как пищебумажная продукция. Тогда-то Яна решила переключиться на вырезание нарядов. Сейчас у нее нет отбоя от клиенток, а многие модели мечтают представить такую необычную коллекцию на мировых подиумах. Ян с улыбкой вспоминает, что в эпоху ее дебюта супруг был недоволен увлечением своей жены. Но когда она заработала 800 юаней, продав свой первый рукотворный наряд, он поменял отношение к ее профессии, так как за три месяца тяжелого труда сам сумел заработать только 500 юаней. На территории Свердловской области в городе Богданович, расположенном в восточном Екатеринбурге, на самой границе Азии и Европы, прошел Всероссийский чемпионат по рубке шашкой «Казарла» на Урале. В нем приняли участие члены казачьих сообществ, прибывшие со всех концов Российской Федерации. Особо многочисленные были делегации от войск Донского и Терского казачества. В ходе соревнований казаки должны были показать мастерство во владении основным историческим оружием этого рода царских войск – шашкой. Состязания проводились на разных уровнях сложности. Казаки показали свое мастерство при рубке одинарных или групповых мишеней на стойке назад, на стойке вперед, рубки лозы по меткам и лозы под шапкой, а также рубки каната и рубки на мощность. Кроме того, спортсмены должны были продемонстрировать безупречное владение собственным телом при использовании смертоносного оружия. Беспристрастное жюри, в которое вошли настоящие мастера клинка, оценивало также и эстетический аспект – выправку, состояние клинка, изящность исполнения. Шашка была позаимствована казаками у адыгских племен Северного Кавказа. В переводе с адыгского это слово означает «длинный нож». Это холодное оружие характеризуется односторонней заточкой клинка. В отличие от японского меча катаны, шашка – оружие, которое держит только одной рукой. Представитель властей союзной территории Индии Джаммы Кашмир Рахид Кансал сообщил журналистам, что в этой части страны не наблюдается никаких волнений или нарушений общественного порядка, за исключением некоторых малозначимых случаев. По словам высокопоставленного чиновника, местное население спокойно отреагировало на смену статуса территориального образования, которое, согласно последнему решению Ньедели, более не считается отдельным штатом. Теперь эта часть Индии должна быть поделена на две единицы на правах союзных территорий. Одно образование будет называться Джамма и Кашмир, а второе – Ладакх. По информации ТАСС о реформе стало известно из доклада министра внутренних дел Индии Амита Шаха на заседании правительства. Джамма и Кашмир сохранят свой собственный местный орган самоуправления. На территории Ладакх такая форма организации власти отсутствует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова